Друзья, всем привет! Меня зовут Олеся и вы в Forrest Home. Недавно кто-то из вас попросил снять ролик про ножи с титановыми рукоятями. Естественно, у нас такие уже были, но совсем недавно к нам приехали поставки, где я нашла много интересных ножей именно с титановыми рукоятями и подумала, а почему, собственно, нет. Я постаралась подобрать для вас разные ножи, так что надеюсь какой-нибудь тебе понравится. Ну что ж, давайте начнем. Что меня больше всего удивило, так это Атроны от бренда Rayknife. Если честно, мне сначала показалось, что это их очередной эллион. Как вы можете вспомнить, у них есть несколько эллионов и да, их ножи выглядят просто как какие-то личинки чужого. В этот же раз вот нечто такое. Надо сказать, что над моделями Атрон Rayknife работал не самостоятельно, а в сотрудничестве с Freedom Steel. И, как я прочитала на их сайте, они ориентировались на головы динозавров. Очень странно, конечно, но в целом что-то похожее, наверное, заметить можно. Клинки моделей выполнены из стали М390. Рукояти, естественно, титан. Форма довольно-таки странненькая. Пишите в комментарии, какой вам больше приглянулся из этих или же вы вообще считаете, что такие ножи это полная дичь и абсолютно нефункциональны. Интересная геометрия клинков. Также здесь есть довольно-таки вогнутые спуски. Так что, думаю, этой частью порезать что-то будет вполне себе приемлемо. Кончик усилен. Замки, как и у большинства ножей с титаном на рукояти, фреймлок. И надо сказать, что здесь подразумеваются шпиньки и фронт флиппер. Но, если честно, у меня совершенно не получается открыть этими способами. Поэтому я использую средний палец и открываю за отверстие в клинке. И это просто супер удобно. Кстати, я нашла еще одну отсылку к динозаврам. На клипсах можно заметить вот такие вот отпечатки лап. Что ж, переходим к следующим моделям. Следующий фолдер, думаю, уже известен прожженным ножеманом. Но все равно остается одним из самых интересных фолдеров для меня. Итак, это TRE от бренда Line Steel. Версия с титановой рукояткой. Клинок изготовлен из стали M390 с обработкой Stonewash. Также мне очень нравится, как обработана титановая рукоятка. Несмотря на то, что здесь есть насечки, они как-то очень приятно сглажены. И поэтому не впиваются в руку, не натирают, не наминают. Но, в то же время, рукоять довольно-таки эргономичная. Как и на большинстве ножей Line Steel, все фасочки сняты и сделано все невероятно аккуратно. И для тех, кто не знал фишку моделей TRE, сейчас расскажу. Дело в том, что здесь можно снять флиппер или же оставить и накрутить дополнительный шпенек-шайбу на обух. Для того, чтобы это сделать, у нас здесь в комплекте все есть. Ну и также, если вы живете в каких-то странах, где запрещены ножи с одноручным открыванием, можно снять и шпенек, и флиппер. И тогда просто открывать фолдер двумя руками. Очень приятный на ощупь и легкий нож в классическом итальянском стиле. Тоже довольно-таки сдержанным дизайном, но с рукоятью и клинком побольше обладает нож Ассессина от бренда ToaTown. У него довольно-таки нетипичные шпеньки. Если честно, мне кажется, что бренд подглядел его у уже известного нам бренда Right Knife. Я встречала подобные шпеньки на других моделях, но на этом ноже я к ним что-то еще не успела приловчиться, поэтому открываю нож двумя руками. Думаю, что немного тренировок и получится. Верю, что клюночек будет летать. Форма Tanta обычно кажется чем-то таким более агрессивным, но здесь выглядит супер лаконично, и думаю, будь размеры данного ножа меньше, его можно было бы даже назвать джентльменским. А так неплохой DC-шник. Интересно, что здесь мы можем увидеть два сухаря. Один прикреплен к самому клинку, а другой к фреймлоку. И сделано это из-за того, что сталь клинка это SLD Magic, а эта сталь, как мы знаем, ламинат. Также добавлю, что нож оснащен однопозиционной клипсой, и то, что меня довольно-таки сильно радует обработка как рукояти, так и клинка. Выглядит симпатично, наверное, это что-то типа пескоструя. Следующий нож тоже изготовлен компанией ToaTown, но надо сказать, он совершенно не похож на предыдущий. Также надо добавить, что это коллаборация с брендом DIAG. И если раньше, насколько я помню, они делали только фиксированные ножи с lizard knives, то теперь они стали производить и складни на базе ToaTown. Я выбрала вот такой вот нескромный нож, но если честно, есть и более адекватные по меркам обычных пользователей расцветки. И даже фиолетовая не такая яркая. Я взяла вот Tiffany только потому, что этот дизайн очень сильно бросается в глаза. Сталь клинка T-Max, обработка DLC и немножечко сатина. И что очень интересно, то что обычно усиливают кончик ножа, а здесь наоборот его утончают. Я думаю, что это будет способствовать очень аккуратному и контролируемому резу. По рукояти, естественно, как я уже говорила, и как вы можете понять из названия этого видео, это титан. Но здесь хочется уделить особое внимание ее текстуре и обработке. Хорошо поработали над эргономикой. Здесь есть всякие выемки и насечки, которые способствуют надежному хвату. Также сама обработка титана лично мне напоминает какие-то зимние узоры на окне. Не знаю, что на самом деле вкладывали разработчики данного фолдера. Часть фурнитуры анодирована под золото. Пишите в комментарии, как вам такое решение. V-Knife Atter еще один отличный пример, как можно поиздеваться над титаном. Да, есть разные обработки этого материала, и здесь его анодировали под вот такой вот, как многие производители это называют, Galaxy. Как по мне, сама обработка выглядит очень здорово, но мне больше нравится, когда анодируют какие-то отдельные части. Здесь же, мне кажется, чуток перебор, но нож от этого плохим не становится. Он потрясающе лежит в руке. У него есть несколько способов открытия, например, за шпиньки или за отверстие в клинке. Клинок изготовлен из премиальной стали CPM20CV с битбласт обработкой. Я взяла конкретно данную модель для того, чтобы показать вам, что можно делать с титаном. А вообще, есть абсолютно такие же ножи с более спокойной расцветкой. А следующий нож от дизайнера Евгения Дашкова. Дашков Knives Stinger. Stinger переводится как жало, и, возможно, это объясняет его форму, потому что такой агрессивный спирпоинт вполне себе может напоминать жало. Открывается с помощью отверстия в клинке и делает это очень бодро. И, насколько я понимаю, это заслуга специальной системы подшипников, которую Дашков назвал Дашков Pivot Lock System. Правда, если честно, мне дизайн этого ножа больше напоминает не жало, а какой-то космический корабль. Титановая рукоять имеет специальные насечки, и, несмотря на то, что она кажется довольно-таки прямой, все равно отлично лежит в руке, и хват довольно-таки надежный. Здесь, кстати, у нас лайнер Lock и анодированы в синий некоторые элементы фурнитура. Данный нож, кстати, исключение из сегодняшней подборки по принципу того, что здесь у нас не фрейм, а лайнер Lock. Клинок изготовлен из стали М398. Очень тоненькие подводы, и я думаю, что нож будет прекрасно резать. И последняя модель на сегодня это Atomic от бренда Vanguard. Производится в Китае, сам бренд из Швейцарии, при этом дизайнер у них уже всем нам известный Иван Брагенец. Клинки моделей изготовлены из стали Böller M390. Поговорим сначала про обычную версию. На всякий случай я ее тоже взяла. Обычной я назвала эту версию лишь потому, что здесь титан обработан методом Bit Blast, и в этом ничего такого необычного нет. Сам по себе нож клевый, и он очень приятно щелкает. Несмотря на то, что флиперочек вот такой маленький, все равно им очень удобно щелкать. Есть отверстия в клинке и дол, с помощью которых, наверное, тоже можно как-то наловчиться открывать нож. Для меня пока что самый удобный способ здесь это флипер. Замок Frame Lock. Также мне очень нравится сдержанный дизайн этого ножа, и в то же время выглядит очень эстетично. Более интересная версия с точки зрения разработки, это версия Stormtrooper. Да, это отсылка к штурмовикам из Звездных войн. И если честно, я очень редко видела такое решение, чтобы титан покрывали оружейной эмалью. Я думаю, это она. Потому что обычно все наоборот стараются показать, что это титан. Обычно всякие алюминий или сталь покрывают. Здесь же меня ждал сюрприз. Клинок обработан методом DLC, и в целом этот нож, наверное, больше подойдет для гиков, нежели предыдущий. А на этом все. Не забывайте, что в нашем телеграм-канале каждый месяц проходит розыгрыш какого-нибудь крутого ножа. И в августе это прям супер нож. Это капсул от бренда Maxace, и если честно, я сама такой хочу приобрести. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно всего лишь подписаться на наш телеграм-канал и нажать кнопку «Участвую» под постом с конкурсом. В описании вы найдете ссылки на все, что видели в этом видео, а также скидку 10% на многие бренды. С вами была Олеся, Forrest Home. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok